всем добрый день у нас время 10 часов утра 10 11 уже на что не смотрела я пошла за молоком сегодня мне должны молоко принести 3 литровый банк и вот несу их не на две банки и иду беру свежее молочко детка ну и хлеб по пути на укупать чувствую себя нормально ребят спасибо огромное то что очень многие очень многие пишут очень многие переживают ничего нормально будем жить дальше ладно идем за молоком всем снова здравствуйте у нас новый день это сообщение пришло я сходила в магазин купила три булки белого и сходила также забрала молоко помимо молока мне сегодня еще привезли сметанку завтра опять пойду за молоком за домашний сейчас покажу также купила детям крекер им понравился этот крекер взяла три пакетика взяла крекера сейчас покажу что еще взяла так ну забрала сметанку свет она холодильник убирать и взяла три литра молока домашнего союза там женщина знакомая многие спрашивали как вам дают если вас денег нет там женщина знакома поэтому она мне записывает а потом когда я получу зарплату я не буду сразу же отдавать и также взяла ребятишкам у нас мог самый плохой почерк ужасный просто почерк я и взяла прописи смотрите какие они вот такие вот я не знаю видно нет будет мне кажется это очень хорошо должно раз она приучиться должна соединять букву потому что она не может как бы я и не объясняла у меня ничего не получается поэтому я взяла вот такие вот и прописи будем с ней писать также взяла для маленьких аппликации то на будет наклеивать вот такие вот аппликации вырезать и приклеивать их на а вот так ты сейчас будешь писать прописи сейчас я покажу какие вот видите картинки их вырезаем и сейчас покажу куда приклеим и вот на такие картинки надо приклеивать правильные рисунки это вот обязательно сядем оксана сам расстроилась смотри иди сюда простым карандашом или ручкой красиво аккуратно потом будем с тобой писать но не сейчас потом я когда освобожусь мы сейчас тобой будем вместе писать так что вот такие вот у меня покупочки целом погода у нас сегодня хорошая чувствую я себя более-менее сейчас все таблетки выпьем дневные которые мне надо от сердечной недостаточности что мы назначили их на три раза в день и сейчас вот как раз в дневную таблетку надо уже пить будет попью таблетку и надо будет что-то опять варить кушать так что вот такие вот у меня покупки были весь и понравилось не забывайте ставить лайки подписаться на наш канал всем желаю хорошего дня всем желаю всего самого хорошего мы вас всех любим всем самого чудесного дня пишите кая вас погода привет я иду на почту на покупкой маленькой кати тут будет кати ты видела чем проходы растаяли они меньше стали катя идем все ребята маша пришла с почты сейчас мы идем гулять ребята мы погуляли и походка и скажу же не знаю может мама ставить фотки нет я не знаю все мы сейчас идем домой маша тут фоткает на улице тепло солнце светит там солнце светит но я сегодня перебирала свои запасы вышивок вот этот мышку кстати меня очень просит вышить машинка чтобы я вышла меня большую вышивок часть это схема вот эту вот схема видите канвы нету здесь и большая часть таких вышивок в комплекте а вот это это мне подарили подушки я обещала девочкам что я хотела их продать на девочке сказали мама не надо вышлишь нам их поэтому я их не продаю оставляя своих запасах тут вы видите тоже схемки которые подбираю уже ниточки и слаживаю в папочки чтобы готовы были к вышивания это схемы которые вышивать будут мои девчонки и я тоже не буду продавать потому что девочки попросили их не трогать поэтому не трогают в основном бабочки поросятки потом будут еще и пироженьки всякие в основном такие вот они себе оставили какие будут точно вышивать поэтому это не прикосновение вот это парсюшка маша сказал подышать это почему-то как и понравилось вот такие вот вышивки и сейчас покажу вам папочки в которых комплектую схемки которые мне подарили и подбираю к ним ниточки и складываю в папочку так удобно их потом уже готовую берешь папочку там уже все укомплектована и вышиваешь в моих конечно еще не полный комплектация в некоторых канва еще не положено некоторых бисер не докуплен но все равно собираю все в папочку так будет удобнее потом этот брелок я уже раз вышивала но дети еще попросили тут василиса прискакала помогать везде лезет а это мышка красивая вот это вот все мои схемки которые не набором а вот это я приготовила на продажу об этом ролик вы увидите на канале влог рукодельницы проходите что дорогие друзья у нас вечер ну как вечер нет вечер уже седьмой час муж у меня сегодня варит гороховый суп а девчонки режет колбасу утром был палочки огурцы круче будем делать шаурму да я чуть-чуть вас показала совсем чуть-чуть очень мелко огурцы резать а не так как ты бревнами режешь короче девчонки делают шаурму они пока все режут вкусно будет шаурма а пекинскую капусту я нарежу мелко или будете вырезать я тебя не снимаю свет хорошо я щас я чай сделаю и сегодня на канал влог рукодельницы немножко снимала если кого будет интересно то пройдите туда и сегодня произошла такая ситуация помните девочки что вы гуляли я видел это смонтировала выложила и у меня заблокировали его а где вы гуляли на улице всякие свои эти домики снега делали очень мелко редки очень крупно режешь я и заблокировали ну мне кажется из того что да из того что дети на видео поэтому заблокировали но там посмотрим по сути до единственный комментарий который я успела прочитать почему оксана такой грязный шарфик у нее не грязный мы его сожгли когда сушили над печки получилось так что он упал на печку и сожгли они тогда перчатки дар сожгли шарфик и что-то еще сожгли я потом обязательно вам этот шарфик покажу ладно будут девчонки делать потом покажу что у них получится так сделали начинку для шаурмы тут колбаса кукурузные палочки крабовые так кукуруза короче крабовое мясо капуста пекинская колбаса и вот такие вот буду делать небольшие сейчас начнемся и обжарю обжариваю уже шаурму здесь у нас варится гороховый суп но нынче горох какой-то нам попался нехороший мало того что когда мы его мыли вода аж черная была так он еще и не провариваться весь день варим 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 толку 0 и сейчас пожару шаурму и будут детки кушать напишите что вы готовили мне будет тоже очень интересно шоу лавашей у меня мало было поэтому часть начинки поедят салатом я например не хочу шурму я лучше салатом поем так да ладно вот такой вот ребята у нас был день дети сегодня гуляли немножко опять поснимала дети немного поснимали и сейчас пойду монтирует на канал вокруг а делится на связь до сегодня пришли китайские посылки на канале блок рукодельниц будет подробно но здесь могу рассказать пришел свете комплект внешнего белья потом она для ногтей там волокно заказывала наклейки заказывал для ногтей мне пришел для карточек кошелек потому что мой кошелек опять разорвался нынче его выкинула который я покупалась на новый год я его выкину он просто у меня разорвался весь круче мне неудачные покупки с кошельками я все хочу всех красивый красный кошелек но мне не получается его купить они рвутся моментально а хорошие качественные кошельки стоит очень дорого а я экономлю на себе целом дальше что там еще пришло у нас пакеты для заморозки кубиков например сок заморозить или молоко заморозить в пакетах вот обязательно на днях мы его испытаем этот пакет и посмотрим потому что как ни одна девчонка грела что они нехорошие молоко там не запечатывается а мы испытаем и проверим заодно и там что-то еще приходи а маска со стразами я сегодня в инстаграм фотографии высылал но сюда тоже на новости для ногтей наклейки я говорила уже ладно если вам будет интересно посредки посылки пришли перейдите на канал влог рукодельницы обязательно подпишитесь туда и посмотрите там распаковку вот таких вот которые девчонки заказывали у меня где-то что-то будет там а конечно а здесь только семейные будут распаковки если пришло для канала посылки или что-нибудь такое ладно готовлю дальше шоуру дедик света катя-маша ушли на улицу гуляет оксана у меня дома осталось оксана вчера погуляла в этих пещерах своих полазила полежала на снегу я их тогда отругал игры не лежите на снегу а чё толку и оксана сегодня кашляет сейчас ингалятор поставлю будет дышать ладно пошла дальше жарить извините пожалуйста пока жду шаурму пока она поджарится хотела вот на какой вопрос ответить меня спрашивают как у нас автобус пойдет ну как мы поедем до перми автобус пойдет на час ночи от автостанции это нам отсюда на работу вызывать таксину посреди ночи где-то 112 наверно позвоню в такси и такси заказать чтобы увезли на нас до автостанции и там сейчас ночью уже будет посадка и поедем с ней теперь мы приезжаем шесть седьмом сумму у нас прием 7 40 в поликлинике там а и в меня написал наш подписчица давайте я вам приеду вас отвезу до больницы но я хочу сказать огромное спасибо но не надо я не буду беспокоить вас такую рань вставать еще да ну вы чё и смеетесь мы такси возьмем и на такси от автостанции мы обычно всегда так делаем мы берем такси и едем до больницы потому что я перми вообще не знаю поэтому мы на такси спокойно приедем сначала купим билет на обратную путь а потом уже на такси поедем в больницу что сережка опять закрутилась постоянно закручивается так что вот так вот так что не переживайте все будет нормально я себя уже получше чувствую я стараюсь в запечке не стоять у меня вчера муж готовил самый сегодня сам готовил я ему сказал что я пока не буду стоять в запечке что-то не плохо не было не ну я конечно готовлю тоже но я подошла быстро что-то сделали сразу отхожу и окна все открывая когда я на кухне что-либо готовлю и сейчас стараются девочки мне помогать побольше части поэтому так вот так целом все хорошо дети слава богу все дома сейчас старший на улице гуляет во дворе у нас тут снег растает хорошо они прям довольны ждут когда вообще растает чтобы можно было на великах по территории кататься у нас тут когда снег в первую очередь оставить так не начиная сразу по территории на великах кататься и вот теперь ждут когда же снег растает я телефон неровно держу я поставила уже четвертую сегодня стирку сейчас белье достала на развесить эти веревки пустые там курточки у детей постирала у марина с вами в садик а то у них совсем куртки грязные стали да еще эти три дня воды не было так вообще пипец так что вот такие вот дела не переживайте съездим все нормально будет и никто не город кадр попал смотрят и все будет хорошо я очень на это надеюсь я на позитиве маша очень ждет поездку в перь потому что она ездила последний раз на она маленькая была она не помнит и она хочет на этот экскалатор сходить так как кассета боялась там эскалатор но в соликамске маша когда мы ездили соликамске там тоже экскалатор был маша тоже немножко побаивалась на него стоит но так целом нормально так что будет вам видео спереди постараюсь нам все по мере возможности поснимать задание заставки отставки куда же продаю вы сдавки как там Продолжение следует...